Давайте начинать. Первое, как я сказала, это прямое и переносное значение слов. Сейчас у вас на экранах тоже появится презентация. Итак, на прошлом занятии мы с вами говорили об однозначных и многозначных словах. И вот сегодня посмотрим, какие могут быть значения. Думаю, вы тоже с этим уже сталкивались, с прямым и переносным значением. Посмотрим больше примеров. Так вот, посмотрите, пожалуйста, название темы. Итак, вопросы, на которые нам сегодня предстоит найти ответы. Что такое прямое значение слова? Что такое переносное значение слова? И как происходит вот этот перенос значения? Почему вообще образуется переносное значение слова? Давайте вспомним. Лексическое значение слова – это то, что слово обозначает. Однозначные слова имеют одно лексическое значение, многозначные слова, несколько лексических значений. Обычно мы используем слова в прямом значении. Например, каменный – за тот, который сделан из камня, то есть относится к камню. Например, каменный стол – прямое значение. Это значит основное значение слова. Лапа – это конечность животного. Например, могучая лапа. Все эти слова используются в прямом значении, то есть в своем основном. У многозначного слова несколько прямых значений. Например, дом – это жилое здание, и дом – это домашнее хозяйство. Например, деревянный дом и работа по дому. То есть какие-то дела, связанные с уборкой, например. И такое слово мы называем многозначным. То есть все его значения будут основными, прямыми значениями. Но люди же постоянно сравнивают предметы. И вот, например, лапа – конечность животного. И лапа у елки – ветвь хвойного дерева. Это не одно и то же, но мы используем одинаковые слова. То есть получается, что у елки лапа такая же мохнатая, пушистая. И вот по форме, по объему мы можем их сравнивать. Понятно, что они не имеют стопроцентного сходства, но так или иначе похожи. Поэтому вот ветви хвойного дерева иногда называют лапой. То есть у слова может появиться переносное значение. Прямое значение слова лапа – это конечность животного. А переносное значение – ветвь хвойного дерева. То есть мы перенесли это значение на слово и стали его так использовать. Также, например, каменный. Мы с вами говорили, каменный – это сделанный из камня. Но также каменный может обозначать жестокий и безжалостный. Например, он всем грубит и совсем не чувствует жалости. У него каменное сердце. То есть здесь тоже перенос происходит на основе сходства предметов или явлений. То есть каменный, такой холодный, твердый, жесткий и также можно сказать про характер. Итак, прямое значение слова – основное. Это то, что слово обозначает по-настоящему. А переносное значение образуется на основе сходства предметов или явлений. Переносное значение слова обнаруживается только в сочетаниях с другими словами. Например, слово «заря». Само по себе мы, если слово употребляется просто одно, не в словосочетании, мы не сможем определить, оно в прямом значении употребляется или в переносном. А вот «занималась заря» сразу видим значение прямое, извините, в этом словосочетании. А «заря жизни», то есть начало жизни – это переносное значение. Также, например, «сладкий», просто прилагательное «сладкий», непонятно в каком значении. А вот, например, «сладкий торт» – прямое значение, тот, в котором много сахара. «Сладкая улыбка», «сладкий сон» и «сладкие мечты» – это все у нас переносное значение. Так, Агада, Наталья, сейчас не обязательно записывать. Вы сможете записать основную нужную информацию в конце презентации, в конце этой темы, пока я буду готовить для вас задание. Потом я выделю вам на это время. Но как же отличить прямое значение от переносного? Вот, например, словосочетание «золотое кольцо». Мы сразу понимаем, что золотое кольцо, оно сделано из золота. Значит, это прямое значение. А вот золотые руки – это не те, которые сделаны из золота. Это те руки, да, так говорят про человека, который все умеет делать. Умелые руки. Поэтому это уже переносное значение. То есть мы представляем себе выражение буквально. Горький перец. Вот так мы его себе представляем. А горькая правда, мы представить горькую правду никак не можем. Мы не можем сказать, что я эту правду есть не буду, потому что она горькая. Это значит неприятная. То же самое. Герань цветет. Мы представляем сразу цветок, который растет в горшке. И он сейчас цветет. Мы представляем это буквально. А соседка цветет. Конечно, на ней цветы не выросли. То есть она хорошо выглядит. Так, а теперь давайте попробуем угадать, какое значение, какое словосочетание у нас изображено на картинке. Как вы думаете? И у кого какие варианты, пишите в чат. Посмотрим, кто угадает. Так, Георгий, Матвей не совсем верно. Так, вот Жаклин написала нам верный вариант. Хурма вяжет. Это не апельсин, это хурма. И хурма у нас вяжет. И вяжет она что? Рот. Правильно. Хурма вяжет рот. Вот такое вот у нас получилось переносное значение. Так, хорошо. Дальше. Смотрите. Значение слов, как однозначное, многозначное, так и прямое и переносное, можно посмотреть в словаре. Давайте посмотрим, как же выглядит словарная статья слова с переносным значением. Острый. Например, у этого прилагательного есть вот шесть значений. Первое значение – прямое, способный легко резать или прокалывать. Например, острый нож. И остальные пять значений все переносные. Второе. Значение, оно же первое переносное, сужающийся к концу, например, острый угол. Третье. Остроумный, острый на язык. Четвертое. Напряженный, болезненный, острый момент в фильме. Пятое. Сильно действующий на вкус или обоняние. Острая пицца. И шестое. Сильный и ярко выраженный, например, острая боль. Тоже переносное значение. Иногда переносные значения становятся прямыми. Вот, например, ручка. У нас бывает ручка – это человека, рука, часть тела, ручка дверная и ручка у кастрюли. И эти значения уже со временем стали прямыми для нас. Мы не сможем сказать, что ручка дверная – это переносное значение. Также часто переносные значения употребляются в поэзии, в литературе, когда неодушевленным предметом приписываются свойства одушевленных. Например, море тихо спит, ветер умолк, и только луна спокойно и радостно смотрит с неба. Получается, море спит, ветер умолк, и луна смотрит. Итак, что нам необходимо запомнить? Прямое значение слова, оно же основное, это то, что обозначает слово по-настоящему. Переносное значение образуется на основе сходства предметов или явлений. Переносное значение слов проявляется только в сочетании с другими словами. Только так мы можем определить. Чтобы отличить прямое значение слова от переносного, нужно попробовать вообразить фразу буквально. Так, хорошо. Вот сейчас у вас как раз-таки будет время, чтобы записать эти правила. Я подготовлю для вас задание по этой теме. Так, хорошо. Давайте тогда продолжим. Так, первое задание. Вам необходимо выбрать слово, в сочетании с которым глагол «зажечь» получит переносное значение. Хорошо, давайте завершать это задание. Итак, посмотрим. Большинство выбрали четвертый вариант ответа «зажечь толпу». И были у нас такие варианты «зажечь костер», «зажечь лампу» и «зажечь свечу». Хорошо. Четвертый вариант верный. Большинство у нас не ошиблось. Но давайте посмотрим, какое же значение будет у словосочетания «зажечь толпу». Почему в этом словосочетании глагол «зажечь» получит переносное значение? Чем это отличается от словосочетания «зажечь костер»? Как вы думаете, вот те, кто выбрал четвертый вариант, почему вы его выбрали? Верно, Анастасия. То есть здесь имеется в виду не использовать огонь какой-то для света. Так, конечно, поджигать толпу адекватный человек не будет. Верно. Никто не будет поджигать толпу. То есть, как написали правильно, использовать при этом огонь. Зажечь толпу значит привлечь внимание, развеселить и так далее. Хорошо. Молодцы. Так, а во всех остальных значениях это, конечно, у нас будет прямое значение глагола «зажечь». Хорошо. Следующее задание. Оно похоже на предыдущее. Здесь у нас прилагательное «жемчужный» и к нему существительное. Нужно выбрать существительное, в сочетании с которым прилагательное «жемчужный» получит тоже переносное значение. Так, хорошо. Завершаем. Так, большинство выбрали второй вариант ответа «зубы». Конечно, «жемчужные» зубы на самом деле не могут быть. У нас могут быть зубы, сделанные из жемчуга. Вот «жемчужные» серьги, «жемчужные» ожерелья, «жемчужные» украшения, конечно, бывают. Сделаны из жемчуга. Точно так же, как у нас «каменный» было прилагательное. «Каменный мост» и «каменное сердце» — это совершенно разные значения прилагательного «каменя». Так, хорошо, молодцы. И последнее, третье задание по этой теме. Вам необходимо выбрать ряд, где все сочетания имеют слово, которое употребляется в переносном значении. То есть, везде будет у нас переносное значение. Давайте тоже завершать. Итак, большинство выбрали второй вариант ответа. Деревянная походка и пришел этот день. Так, и Семен сразу отвечает нам на вопрос, почему. Потому что деревянная походка, звук воды не может быть, а день не может ходить правильно. То есть, деревянная — это походка, не сделанная из дерева, то есть, это переносное значение, неграциозное. Так, а пришел этот день, то есть, настал новый день. Прийти день, конечно, не может. Так, хорошо, молодцы. И, как я обещала, мы вернемся на пару минут на слайд с правилом, чтобы все дописали, кто не успел. И затем перейдем к новой теме. Так, хорошо. Думаю, достаточно времени, чтобы записать. И переходим к следующей теме. Это группы слов, я думаю, они вам знакомы, вы слышали. Это аммонимы, синонимы, антонимы и паронимы. И начнем мы с вами с аммонимов. Ответим на такие вопросы. Что такое аммонимы? Откуда берутся аммонимы? И что нам нужно знать об аммонимах? Давайте вспомним. Мы говорили, да, с вами совсем недавно, что многозначные слова имеют несколько лексических значений. То есть, они как близнецы. Одно значение, второе, третье. Они похожи. И мы также, как и слова, да, можем встретить похожего на нас человека. И при этом он не будет нашим родственником. То есть, они могут быть совершенно разными людьми, совершенно чужими людьми, просто похожи внешне. Точно так же и слова. Некоторые слова внешне не отличаются, но при этом имеют разные значения, совершенно разные. Например, лук – это пищевой продукт. И лук – оружие. Пишется одинаково, произносится одинаково, но имеет совершенно разное значение. Но также, вот, посмотрите, примеры. Ласка – это проявление нежности и любви. И ласка – это название небольшого хищного животного. Поэтому тоже только в словосочетаниях можем понять, о чем идет речь. Итак, получается, что такие слова, они одинаково пишутся и одинаково произносятся. Но у них разное лексическое значение. В Древней Греции, еще в Древней Греции, обратили внимание на такие слова. И обратил внимание на них Аристотель. И не только обратил внимание, но и заметил, что их достаточно много таких слов. И назвал их амонимами. Ома – значит одинаковый, а аонима – имя. Амонимы – это слова одной части речи. Это важное уточнение. Много амонимов встречается среди существительных. Например, существительное пол. Но может обозначать как нижнее покрытие в здании или помещении, так и признаки, которые отличают мужчин и женщин. Также много амонимов можно встретить и среди глаголов. Например, глагол «есть» – значит присутствовать, существовать. Например, у меня есть мороженое. Или принимать пищу, питаться. Я ем, допустим, пасту. Амонимы – что нам нужно запомнить? Первая памятка, пока не записывайте, в конце у вас будет время. Амонимы – это слова, которые одинаково произносятся и пишутся, но имеют разные значения. Амонимы относятся к одной части речи. Откуда же берутся амонимы? Первое – это совпадение русского и заимствованного слова. Например, русское слово «клуб», что означает движущуюся дымную массу в форме шара. И английское слово «клуб» обозначает собрание людей по интересам. У нас в языке встречается и то, и то слово, и они являются амонимами. Далее. Когда совпадают слова, заимствованные из разных языков. Например, из английского к нам пришло слово «блок», то есть приспособление для подъема тяжестей. И из французского тоже пришло слово «блок», но обозначает оно уже другое. Это объединение государств для совместных действий. То есть тут совпадают слова, заимствованные из разных языков. Далее. Могут распадаться многозначные слова на разные слова. Например, свет может обозначать энергию, которая делает мир видимым. И свет – это окружающий мир, вселенная. При этом нужно различать амонимы и многозначные слова. Между значениями многозначного слова есть сходство. Например, ключ – приспособление для открывания дверей. И ключ – инструмент для завинчивания и отвинчивания. Но при этом мы видим, что сходство у них все-таки есть. А вот ключ – источник или родник – вода. Здесь уже, конечно, между значениями амонимов нет никакого сходства. То есть первые два значения – это многозначное слово «ключ», а ключ как источник или родник – это уже амоним. Каждому амониму в словаре посвящена отдельная статья. Если у вас возникают проблемы, вы не знаете, какое значение или как подобрать амоним, вы можете воспользоваться словарем. Например, вот рассмотрим словарную статью слова «ключ». Ключ – это приспособление для открывания дверей. Например, золотой ключ. И второе – это инструмент для завинчивания и отвинчивания. Гаечный ключ. Вот это многозначное слово. Обратите внимание, что если есть к нему амоним, то пишется циферка 1, а здесь 2. То есть амоним – это источник, родник, напиться из ключа. Значения амонимов, как я говорила, понятны только в словосочетаниях. Так же, как и переносные значения. Например, выдвинуть предложение и бессоюзное предложение. В этих словосочетаниях употребляется одно и то же существительное предложение, но при этом имеет совершенно разные значения. Выдвинуть предложение – значит что-либо предложить. А бессоюзное предложение – это предложение, в котором части, это сложное предложение, в котором простые предложения связаны только при помощи знаков припинания. То есть это уже синтаксическая единица. Словосочетание, предложение, текст и так далее. То есть только в словосочетаниях понятны значения амонимов. Но дело в том, что фразы с амонимами могут звучать двусмысленно, поэтому всегда нужно проверять по словарю значение и смотреть внимательно на словосочетание. Вот представьте себе такую ситуацию. Мы уже сталкивались с тем художником Вальдемаром, не совсем грамотным, к сожалению. Приходит к нему клиент и говорит, мне нужна картина, дедушка топит печку. Без проблем, говорит он, приходите через день. Приходит студент к нему и видит вот такую картину. Как вы думаете, правильно все нарисовал Вальдемар? Дедушка топит печку. Так, конечно, неправильно, потому что вылезет должно это все вот так. Топить печку значит что? Не топить ее в реке, да, как изобразил сразу художник. А что значит топить печку? Нагревать, класть туда дрова. Хорошо, разжигать ее. Жиши мы пишем с буквой И, да? Разжигать. Так, хорошо. Дальше. Следующую картину он просит нарисовать. Лисичка охотится за мышкой. Как вы думаете, что он здесь имеет в виду? Гриб охотится за компьютерной мышкой? Вот так и нарисовал художник Вальдемар. Как вы думаете, это правильно? Так, конечно, неправильно. Студент имел в виду животное, лису, да, которое охотится за мышкой, извините. Так, за мышью, да, охотится. Так, хорошо. Смотрите, и дело не в том, что он не уточнил, что он хотел. Дело в значении, потому что только в таком значении лисичка может охотиться за мышкой, да, гриб не может ни за кем охотиться. Поэтому здесь вариантов особо у него не было. Дело в том, что он просто не знал, что бывают аммонимы и слова с несколькими значениями. Так, хорошо. И давайте еще немножко дополнительной информации по этой теме посмотрим. Дело в том, что слова могут совпадать в разных языках. Это очень интересно. Допустим, в русском языке есть слово булка. Это хлебобулочное изделие, из муки сделанное. Например, булка, хлеб. И точно такое же слово с таким же произношением есть в болгарском языке. И как вы думаете, что оно обозначает? Это невеста, конечно. Вот такие вот интересные расхождения. В русском языке есть слово трус, которое обозначает трусливого человека, да, который всего боится. А в белорусском языке трус это кто? Заяц. Правильно. Да. И также посмотрите, да, у нас есть такое слово как яма. А в японском языке есть иероглиф, который произносится как яма, но при этом обозначает гору. Верное название горы. Слово гора. Так, хорошо. Итак, что нам необходимо запомнить? Аммонимы это слова, которые одинаково произносятся и пишутся, но при этом имеют разные значения. Аммонимы относятся к одной части речи. Это очень важное уточнение. То есть два существительных, два прилагательных, два глагола и так далее. У нас не может быть аммоним один глагол, одно существительное. Нужно отличать аммонимы от многозначных слов. У многозначных слов есть все-таки сходство. Значения аммонимов проявляются только в словосочетаниях. Хорошо, запишите, пожалуйста, вот это правило. Это то, что вам нужно запомнить. А я подготовлю пока для вас тоже задание по этой теме. Так, хорошо. Тогда переходим к заданиям, если все готовы. Первое задание. Одно из приведенных слов имеет аммоним. Найдите это слово и потом, когда мы определимся с вариантом ответа, вы предложите варианты, какие же могут быть аммонимы. Точнее, что они могут обозначать. Аммоним, понятно, какой будет писаться и произноситься, но в чем будет отличаться значение. Хорошо, давайте завершать, потому что есть еще одно интересное задание. Итак, большинство выбрали слово «брак». Верно. Только это слово из трех имеет аммоним. А все остальные слова у нас однозначные и аммонимов в них нет. Хорошо, какое значение у, допустим, первого слова «брак»? Какие у него значения? Что может обозначать «брак»? Допустим, смотрите, мы с вами говорили, что значение можно определить только по словосочетанию. Поэтому давайте придумаем словосочетание, чтобы увидеть. Так, вижу, пишите значение, попробуйте состоять словосочетание. Чтобы посмотреть, как будут употребляться, как будет употребляться это существительное с разными значениями. Допустим, счастливый брак, да, Марьяна, извините, верно. И бракованный стол, да, или в товаре обнаружен брак. То есть, что-то поломано было. Например, бракованный стол. Хорошо, молодцы. И последнее задание тоже по этой теме. Смотрите, вам будет предложено предложение. В общем, прочитайте, посмотрите на предложение. Он купил себе ириску и решил ее не есть. Но как не съесть ириску, когда ириска есть? Чем являются здесь указано выделенные слова? Не знаю, будут ли они тоже у вас выделены, потому что здесь немножко меняется придача текста. Речь идет о словах есть. Не есть, решил ее не есть. И ириска есть. Так понимаю, что у вас не видно выделенных слов, но это слова есть в первом варианте и во втором. Вам нужно определить, это амонимы, это многозначные слова или, может быть, одно слово выступает сначала в прямом значении, а потом в переносном. Слово есть. Решил ее не есть и ириска есть. Это слово, которое повторяется, но в разных словосочетаниях. Так, хорошо. Многие определились. Давайте посмотрим. Итак, большинство выбрали первый вариант, но почти такое же количество выбрали третий. Смотрите, мы с вами говорили, что амонимы, они имеют совершенно разные значения, никакого сходства между ними нет, поэтому многозначным словом это точно не может быть, правильно? Потому что нет общего ничего. И мы даже вот в презентации был пример, видели, как изображаются, да, иллюстрации были есть, значит, присутствует. Например, у меня есть яблоко, да, оно у меня есть, существует. И глагол есть, то есть кушать, да, употреблять пищу. То же самое получается здесь. Это слово амоним, да, решил ее не есть, то есть не употреблять ее пищу, да, не кушать, скажем проще. И ириска есть, последнее, да, последние два слова. То есть ириска существует, у меня есть ириска. Так, так, поэтому первый вариант, конечно же, вверх. Так, хорошо, на этом наше занятие подходит к концу. В следующий раз мы поговорим с вами о других группах, это синонимы, паронимы, антонимы. Так, и да, тогда на сегодня все. Всем спасибо, до свидания, до следующей недели. Продолжение следует...